В рамках партийного проекта «Старшее поколение Единороссы» при поддержке районной администрации для ветеранов-ракетчиков организовали поездку в Кубинку на танковый биатлон. Делегация от нашего района составила 56 человек. В прошлом году, так же самое с ветеранами Великой Отечественной войны, офицерами России, ракетных войск, мы ездили тоже в Алабино и смотрели на танковый биатлон. Это зрелище необыкновенное, тем более на сегодняшний день эта тема очень актуальная. Сторонники партии «Единая Россия» уверены, что такие мероприятия для людей старшего поколения не только интересны, но и необходимы. Мы рады, что сегодня в рамках этого партийного проекта совместно с Координационным советом сторонников партии проводится это интересное мероприятие. И что положительно, что сегодня на танковый биатлон едут не только ветераны, но и их дети, их внуки. Зрелищные соревнования являются важным военным и политическим событием. Идея проведения танкового биатлона принадлежит министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу. Главное в таких состязаниях – сплоченность экипажей, умение производить стрельбу и вести танк к финишу. На танковом биатлоне видны достижения нашей науки, техники, военной науки, военной техники. И можно посмотреть мастерство отдельных наших видов и родов войск. Согласно предварительному рейтингу армейских международных игр, Россия на первом месте, Казахстан на втором, а замыкает тройку лидеров Китай. Завершатся военные соревнования уже в эти выходные. Анна Пряхина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Завершатся военные соревнования.